Сегодня десятая сентября или октября октября десятый месяц лаборатория приобретает некий законченный сформированный вид который я вам покажу сейчас готова система видеонаблюдения видеотрансляции рабочие столы пожалуйста все могут прийти поработать, настроить получить консультацию вот у нас Федор занимается как раз проблемами видеотрансляции и наблюдения В каком уже состоянии это у нас? так, ну в общем то у нас на самом деле уже для онлайн трансляции единичных каких-то продуманных систем вполне, то есть можно по скайпу устраивать трансляцию она будет прям вот так в один канал может быть не очень качественное такое отображение но как бы, потому что все свое собираем общими силами собираем общими силами так сказать вот это вот у нас вот эта камера она будет как бы именно вот единичного человека какая ты говоришь вот эта? вот понял соответственно так вообще предполагается если у нас будет вот не стационарная камера будет стоколда определяна если мы поставим ее она будет прям выберем место чтобы прям явно-явно видно было что это все работает и никто не обман и будет именно питаться от этого от ведения мы отсюда будем записывать от него вот соответственно здесь у нас еще сверху камера так в принципе для желающих которые хотят понять вообще происходит тут действия какое-то не происходит мы тут не живы вообще ну и соответственно так пока небольшой у нас лекционный уголок где можно порассказывать попоказывать все доска чайгилочек там ну все как всегда здесь вот эти самые всякие предпочтения понятно доска вот эта вот ну доска ты говоришь будет расширяться? да конечно будет я хочу вообще стенку а всю стенку ну это будет вообще так сказать здесь можно уже так сказать квартет устроить два два так сказать на лесенце вверху пишет два на стуле на стуле внизу здесь более такая рабочая обстановка ну а вот здесь вот мы на этом столе будем обычно показывать демонстрировать так сказать вот это такие платочки штучки кстати говоря вот сейчас об этой я сейчас как раз и покажу для интересующихся что тут за этой неделе сделано вот устройство ВТГ Кулапухова которое так сказать мы начали тут творить это так называемая граната полушепотом граната мало ли тут кто-то записывает подслушивает но это вот за неделю вот так сказать удалось это творганить теперь вопрос встает как раз есть у нас человек который может составить схемку и у нас потребность в инверторе на 24 вольта для питания вот этой системы покупать вроде как дороговато 4000 стоит инвертор на 300 ватт так вот мы сейчас составим как раз техзадания для человека который здесь будет в принципе постоянно работать и консультации по схеме техники и по изготовлению можно будет получить значит на изготовление собственно ну я думаю это привязаться надо к компьютерному блоку питания чтобы от этих компьютерных блоков бесконечное количество так пардон алё здорово так ну вот с этим значит вроде как ясно составляем техническое задание это я сейчас напишу ребята приходите значит основные цели и задачи лаборатории как бы для всех может быть ясно но для тех кого не очень ясно я вот у Фёдора проконсультируюсь что же цели-то какие и задачи наши основные да в общем-то основные цели и задачи у нас на самом деле тоже как это как бы это правильно мы создаем в открытой лаборатории среду дающую возможность каждому проверить свои какие-либо теоретические размышления по поводу возможностей невозможности существования альтернативных технологий там ну и всего в принципе что связано с техникой то есть открытая лаборатория это среда для такой проверки у нас есть естественно свои какие-то базовые эксперименты которые мы проводим для себя в своих ну вот в рамках ну это ты что имеешь ввиду это вот у нас например есть мы хотим сейчас допустить регенератор на колесе объединяем вот то есть это будет установка которая будет работать от одного аккумулятора постоянно регенерируя и при этом выдавать 220 вольт на запитку как раз вот этого сервера который будет показывать вести круглосуточную запись и трансляция в общем-то соответственно вот есть у нас такая штука Колобухова не помню как правильно называется БТГ на 4 киловатта который тоже как бы говорят что на 4 киловатта по моим пониманиям судя по конструкции все вполне возможно но хочется увидеть его вживую я один из тех кто хочет его увидеть вживую и как бы вот тоже как бы участвую создаю среду приходите если надо что-то будет вот у нас будет написано ТЗ для создания инвертора не обязательно приносить инвертор вы можете прийти сюда и помочь собрать его сами руками своими у нас здесь все оборудовано для этого в общем-то что я не знаю что еще сказать ну что этого вполне по-моему достаточно для такой вступительной штуки у нас сейчас будет очень много интересных увлекательных вещей может быть у кого-то свои есть задумки которые нужно решить или хочется решить приходите если это найдете единомышленников то надо можно их здесь и делать так стоп запись можно подсить чайку подсластить жизнь первое дело но и в то же время горечь горечь это прежде всего желчь надо гнать говлина чтобы не сливать на близких и окружающих на так вот с вашим этим самым пока что сомневался он никак знает как он называет сайшной вайфай штучкой а не хочет да то есть ты имеешь в виду что ну определился я это не пробовал я как раз тоже хочу дома это сделать то есть его так же определяешь как или определяет просто устройство в которое вставлено и оно это само по себе устройство это сетевка вайфай на ней должны быть просто драйвер а то есть на нее значит возникнет еще драйвер который ну вот да она активирует вот у меня вот это вот отдельное устройство там отдельное устройство просто это 4G модем сюда симку ну да она делает а там почти то же самое только без этого самого симку так все установлены C потому что у нас походу тинка получается не очень красивая если так получается и с этого с самого ну вот тут есть по скальпу можно предыдущим декодом постоянно поэтому нам теперь не ставим так а драйвер он установился или он есть там Windows его как бы то есть ведущий есть или надо специально устанавливать да вот надо их искать устанавливать очень хорошо вот а здесь декода у меня походу не тот потому что цветарцы ну таки немножко ананжелый какой-то синий это может быть конечно камера запосячили где-нибудь кто-нибудь пока это смотри когда настройка камеры идет там я не знаю как ты можешь ее или нет дистанционно настроить вызвать и есть построить цветности и там да я сейчас пытаюсь построить не позволит мне просто для того чтобы нам дали нормальную систему видеонаблюдения которая будет уже нормальное качество цветодображения мне нужно сначала показать товарищам которые будут довольны это дело что у нас действительно все происходит что здесь есть то за чем люди заходят смотреть они на тех условиях что у них будет вода фитчат под этот пент деньги или выбирайте или у них есть какое-то оборудование они являются разработчиками видеонаблюдения систем и если у нас на трансляции внутри это подразумевство есть что типа спонсор трансляции то они как предоставят я просто почему привязываюсь я тут в прошлый раз рассказывал про эту как она AHD новое так сказать влияние этих видеокамерах и регистраторах то есть там сейчас выпускают уже камеры на главной гигантки вчера вы не путаете негатив сэр нет она настолько разрешение и настолько стандарт который AHD есть 4K уже нет то что там идет развитие понятно я имею ввиду у нее настолько цветопередача качественная четкость цветопередач я видел это на регистраторе уличные камеры стоят по сравнению с тем что стандартный этот аналог и там ну то что там длинные линии можно там где-то 500 метров по коаксиарному кабелю без всяких прием-передач как там не надо никаких усилителей дополнительно ну то что обычно сейчас используют это кабели сетевые ну айтищики я же не занимаюсь установкой разработкой там как бы ну без я даже встал взял в доме так что там прием-передач это конечно для того чтобы улучшить сигнал а эти до 500 по коаксиару по коаксиару наконец-то существует в этом самом фондации но есть еще айтищные камеры тогда может быть здесь они дадут айтищные да я договорился на айтищные а ну так тогда это отдельный стандарт понятно это хороший стандарт и будет качество то есть там-то камеры здесь еще более разрешения больше есть поэтому поэтому это будет может быть лучше беспроводные давайте я сейчас напишу техзадание можно вот там стульчик есть моя ручка а с ручками посложнее с ручками может быть есть у нас в другой токсовке точно есть а вот у нет нет точнее у меня выстрелите немного по-своему не это смотри это зависит очень сильно да смотри это Дима Руслан нет Дима был Александр Дима кто такой Дима а вот бородатый который клеил магнит Дима Дима у него значит когда мы пошли ну как ты можешь визуализация у меня отличная значит я ему говорю вот образ держи образ стены он когда вошел на эту полоску у него там аж мурашки по голове как побежали понимаешь да елки-квалки понимаешь я понимаю это настолько чувствительность как бы у него развит чувствительный человек ну понятно поэтому не больной так вторая сторона этого дела ну это да но не важно чем лучше визуализация тем по-видимому визуализации абсолютно там где-то я с помощью кого-то могу а сам настолько контроль как бы понимать что сознание есть что не позволяет допустим тот уровень где появляются а просто мысльный образ который можно сформировать мозгу и его удерживать вопрос удержания только удержание потом он уходит и надо обратно его вернуть и все нет ну я не буду ловить вот мысль пошла другая и надо вернуться вот этому образу который держится благо и все остальное это кстати оно сработает только первый раз и именно на том месте которое заопределено вот это полоса начательно подходит хоп сдернулось немножко и все потом можешь практически идти на коридору и встать там в других местах то есть вот этот толчок для условного рефлекса для его закрепления прочистку обратная связь для оценки окружающей жизни свое состояние и вообще любых явлений то есть мы не можем совмести причину со средствами можем но не все я говорю сейчас о среднем человек который хочет изменить что-то в своей жизни но естественно не может потому что не знает как а это один из способов а если есть обратная связь естественно опыт наработка чем больше опыт тем трактинка условного рефлекса протоптана и когда это становится так, то тебе не надо ничего выдумывать ты берешь рамки и идешь автоматически определяешь а вот начать протаптывание условного рефлекса я могу показать и начать этот процесс и это дает нещерпаемые возможности в применении в любой потенции в какой технической или психологической физиологии особенно меня всегда физиология интересовала потому что мучился своей язвой бесстилетним буквально все теории питания пока не не пришел к пониманию и психология и йога и прочие планы пока не пришел к пониманию что все проблемы головы